Когда у 4-месячной Эмилии поднялась температура, ее мама Наталья с принятием решения идти или не идти к доктору немедлила женщина. К слову, сама врач по профессии уверена. Квалифицированная помощь специалиста в вопросах лечения – необходимость. Мы с мужем решили не тянуть. Сразу сели в машину, за ребенка приехали сюда. В приемном покое нас очень приветливо встретили, спросили, что случилось. Мы приехали, врач быстренько подошел, расспросила, послушала, посмотрела. Мы анализы на месте сразу же взяли, сразу же поставили нам капельницу. Вот, и мы вот капаемся уже сегодня, мы более-менее уже на второй день уже чуть-чуть поигрались. Дома, конечно, это же сделать нельзя было бы, потому что, ну, все-таки маленький ребенок, и буфены, не буфены, температура, все вот эти вот факторы. Мы приехали сюда, чтобы здесь смотрели уже специалисты. Такое ответственное поведение, по словам докторов, не самое частое явление. Нередко люди предпочитают самостоятельно бороться с недомоганием. Бывает и так, что повышенная температура тела, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, боль в области живота и общая слабость не считаются серьезными симптомами. А между тем, они указывают на то, что в организм проникли болезнетворные бактерии или вирусы, которые совершенно точно не принесут пользы здоровью человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, около одного миллиарда людей заболевают острыми кишечными инфекциями за один год примерно. Причем до 60-70% из этого количества заболевших составляют дети. Самый уязвимый контингент детского возраста – это дети до двух лет. У нас в Республике Беларусь тоже ситуация примерно такая же. Большое количество кишечных инфекций регистрируется ежегодно. И по количеству они занимают вообще второе место после острых респираторно-вирусных инфекций. Не стать пациентом инфекционного отделения помогут простые правила личной гигиены, а также санитарной и термической обработки пищи. Однако, если превентивные меры не помогли, важно не запускать болезнь. Осложнение острых кишечных инфекций непросто исправить. А потому не стоит медлить с походом к врачу, который и определит причину недомогания и назначит грамотное лечение для скорейшего выздоровления. Если же не обращаются к врачу, чаще всего именно так и происходит, занимаются самолечением, дают какие-то препараты неполным курсом ребенку. Они, препараты эти, начинают действовать, но микроорганизм полностью, рост его не подавляется. Какое-то количество микроорганизма может в кишечнике остаться, и это будет способствовать хронизации этой инфекции, и ребенок может становиться носителем этого заболевания. К слову, предупредить кишечные инфекции, которые относятся к рутовирусам, поможет вакцинация. В нашей стране такие прививки выполняют по желанию пациентов. Чаще всего прививают маленьких детей. Надежный иммунитет вырабатывается у 70-80% привитых и сохраняется в течение двух лет, что помогает пережить опасность с точки зрения заражения кишечными инфекциями возраст без серьезных проблем.